Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс, программа ТОП Латгалии. Я Лариса Кириллова, и как всегда в это время мы говорим о самых обсуждаемых событиях, которые происходят в Латвии, в частности в Дау-Выплсе. И сегодня поговорим о том, легко ли Латгалии начать реализацию своего бизнес-проекта, на чью поддержку можно рассчитывать и кто действительно помогает. И я представляю своего гостя, это руководитель Дау-Выплского бизнес-инкубатора Андрей Золч. Добрый вечер, Андрес. Добрый вечер. Но по традиции начинаем программу с обзора новостей. 9 августа состоятся выборы президента Республики Беларусь. Граждане этого государства, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие либо временно находящиеся на территории Латвии, имеют право и возможность принять участие в президентских выборах, придя на избирательный участок номер 95, который будет открыт в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Дау-Выплсе, расположенном по адресу улица 18 Новомбра 44. 9 августа 2020 года избирательный участок будет работать с 8 до 20 часов. Досрочное голосование возможно с 4 по 8 августа, включительно с 10 часов до 14 часов и с 16 до 19 часов. Для голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь. Министерство образования и науки Латвии предлагает три модели обучения, в каждой из которых будет расширено использование элементов удаленных занятий. Первая модель – очная. Если школа может обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, то есть дистанции, гигиены, наблюдение за здоровьем учеников, то обучение проходит очно. При этом 20% учебного процесса для учеников 7-12 классов может происходить удаленно. Модель вторая – частично удаленное обучение. Это для тех школ, которые не могут выполнить требования эпидемиологической безопасности. Первые и шестые классы учатся очно, 7-12 на 40-60% удаленно. В профессиональных учебных учреждениях 60-80% обучения будет происходить очно и 20-40% удаленно. Третья модель – полностью удаленное обучение для всех классов. Она будет использоваться в том случае, если в стране будет плохая эпидемиологическая обстановка, либо если именно в этой школе будет выявлен COVID-19. Тендер на реновацию дорожного покрытия и частичную реконструкцию участка транзитной автомагистрали Дагопа-Скрудалина «Белорусская граница» выиграла компания «Биндерс», финансовое предложение которой оказалось наиболее приемлемым для заказчика государственного предприятия «Латвия-Свалсцели». Договор о проведении работ уже заключен. Всего участия в открытом конкурсе приняли пять компаний. Победителем была признана фирма «Биндерс», оценившая свои услуги в 3 497 777 евро без учета ПВН. Для реализации данного проекта будет привлечено финансирование из европейских фондов. Дошкольное учреждение номер 28 после проведения реанимационных работ сдано в эксплуатацию. Уже сегодня в распоряжении дошколят и сотрудников детского сада передано обновленное здание, в котором утеплен фасад, заменена кровля, произведены внутренние работы, установлена вентиляция, обновлена система отопления и установлено LED-освещение. Общая стоимость европейского проекта составила 1 миллион 23 тысячи 408 евро, из которых большая часть была выделена из европейского фонда. С 1 августа социальная служба «Далгутлса» будет работать в новом режиме. Так, центр обслуживания, расположенный на улице Лачблаша, 39, будет вести прием клиентов в порядке электронной системы очереди, то есть по талонам. Время приема посетителей по понедельникам, вторникам, четвергам с 8 до 12 часов. В свою очередь прием посетителей по предварительной записи будет проходить по понедельникам с 13 до 17 часов, по вторникам и четвергам с 13 до 16 часов. В пункте обслуживания клиентов, расположенный на улице Лепа-С4, будет вестись прием клиентов также по предварительной записи и в следующие дни и часы. В понедельник с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов, по вторникам, четвергам с 8 до 12 и с 13 до 16 часов. В случае необходимости документы, заявления, отчеты, счета и другие в бумажном виде можно оставить в ящиках для приема документов. На улице Лачблаша, 39, вход со стороны двора. Министерство юстиции и Государственная земельная служба разработали и передали на публичное обсуждение проект новой кадастровой стоимости недвижимости. Изменения должны вступить в законную силу с 1 января 2022 года и они большинство латвийцев не радуют. Итак, со вступлением в законную силу этих поправок новая кадастровая стоимость, которая будет приближена к рыночной, вернее ее рост может составить почти 300 процентов. Об этом пишет газета Дена со ссылкой на экспертов. Андрейс, но сегодня больше говорят, как увеличение кадастровой стоимости повлияет, скажем так, на рядового бывателя, да? Но, тем не менее, я так понимаю, что новшества могут затронуть и бизнес-среду. Насколько это действительно... Насколько, вернее, эти изменения действительно могут пагубно сказаться на развитии предпринимательской деятельности в нашей стране? Ну, слово «пагубно», я думаю, здесь очень преувеличено. По поводу рядовых жителей, опять же, я думаю, сначала надо понять суть изменений, надо их объяснить жителям, потому что, когда жители слышат слово «подорожает», то это уже катастрофа. Еще до того, как кто-то начал выяснять, о чем, собственно, речь. Насколько я слышал, для рядового жителя, имеющего одну квартиру, налог не изменится, и более того, он будет освобожден от этого налога, в принципе. Значит, если человек живет в своей квартире, то он никаких изменений не увидит. Если он имеет несколько квартир, то, скорее всего, он будет платить побольше, но, по-моему, это, опять же, как-то логично. Если ты имеешь много недвижимости, то ты должен за нее платить. А если ты имеешь дачу? Просто. На дачу, опять же, это стоимость, я не думаю, что, если она даже вырастет, как вот там было сказано, на 300%, ну, сколько в данный момент могла бы составлять катастрофа стоимость, и сколько мог бы составлять налог на такую дачу? В основном, катастрофа стоимости действительно не соответствует рыночным. Значит, если человек платил, допустим, 5 евро в год за дачу, он должен будет платить 15 евро, если увеличится в 3 раза в год. 15 евро, это евро, грубо говоря, в месяц. Я не думаю, что для кого-то пагубно будет иметь дачу и переживать по поводу лишнего 1 евро. Неприятные любые расходы, я согласен. Что касается для бизнеса, ну, поэтому предприниматель, по-моему, предприниматель, что он что-нибудь предпримет. Одно дело, что частные лица, конечно, они работают, они зарабатывают столько, сколько им платят, столько, сколько они способны и хотят. Предприниматель все-таки, он расценивает свои риски наперед, и в конце концов, действительно, это только через полтора года. Но раз кому увеличится плата за недвижимость существенно, хотя я даже пока не особо могу представить, кому существенно, да. Предпринимателю, даже если 100 евро в год увеличится, я понимаю, что это деньги, но не для предпринимательства, да, 100 евро это абсолютно небольшие деньги. А если мы говорим не 100 евро, например, большой производственный цех, несколько цехов, да, ну, это тоже недвижимая собственность, и там уже суммы могут, ну, за три нуля уже перейти. Я думаю, каждый случай надо смотреть, так ли это действительно, во-первых, будет, во-вторых, на что это будет, в-третьих, если это большой цех, то там и большая работа, если это большая работа, то и тысяча, опять же, для предпринимательства вряд ли что-то особо изменит. Если это большой цех, значит, обороты миллионные, значит, ну, ну да, ну, лишний расход, да. Лишний человек, взятый на работу, это 10 тысяч в году, да, но предприниматель рассчитывает свои расходы. Я бы хотел сказать фразу, которую сказал один умный человек, что не надо, не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Конечно, многие сейчас могут, телезрители плюнуть в мое направление по телевизору, да, но надо понимать, что предприниматель планирует свои денежные потоки. Он может их планировать, он может делать все, чтобы их увеличить. С частными лицами хуже обстоятельства, да, то есть здесь, ну, более статичные цифры. Вот. Я не вижу особо большой проблемы, и в конце концов, если мы говорим о заводах, о больших производственных помещениях, если человек вкладывает и делает бизнес, в конце концов, у нас есть свободная экономическая зона, куда можно вступить, и ты не платишь, в принципе, этот налог. Латгальская специальная. Латгальская специальная экономическая зона, да. Тем более, что территория действительно очень обширная, и претендовать может любой абсолютный бизнесмен. Хорошо, ну, смотрите, большинство этих изменений, ну, в большей степени, конечно, ударит по Риге, Рижскому региону, Юрмала, ну, вот, скажем так, центр, да, основной бизнес-центр Латвии. А Латгалья, вероятно, в этой связи может стать привлекательной территорией для инвесторов? Как вы считаете? Надо поменять центр. Надо поменять центр на Латгалью. Я не считаю, может быть, что из-за вот как раз этого увеличения кадастровой стоимости и, соответственно, налога, все решат делать предпринимательством заниматься именно в Латгалье, но в то же время мы, в принципе, по-моему, привлекательное место для создания бизнеса. Почему бы нет? Если, конечно, мы очень не завязаны на том, что мы должны что-то делать в Риге или регулярно логистикой и транспортом думать о Риге, в принципе, здесь можно делать бизнес и многое, даже в большей степени, чем налог на недвижимость, дешевле, даже рабочая где-то сила. Да и, собственно, тут хорошо. Ну что ж, продолжим говорить о бизнесе буквально через несколько секунд. Сегодня, если у тебя есть бизнес-идея, то при грамотном подходе к ее реализации она может, так сказать, выстрелить и принести мега-дивиденды. Андрес, а какие вообще проекты поддерживает бизнес-инкубатор, а каким сразу говорит «нет»? На мой взгляд, выстреливает не столько идея, сколько выстреливает сам предприниматель, или он эту идею реализует или нет. Потому что, не раз я уже за свой достаточно большой 20-летний опыт убедился, что идея может быть очень хорошей, но если ее никто не реализует, то она так и останется очень хорошей идеей. Если предприниматель предприимчив и готов работать, вкладывать себя в бизнес, то у него может быть и не такая хорошая идея, он может быть и банкротом, и он может менять эту идею, но он предприниматель. Он опять придумает что-либо, чтобы на старые грабли не наступать, и сделает все, чтобы его бизнес работал назло всем. Поэтому, на мой взгляд, стреляет не идея, стреляет человек, который этой идеей пришел. Что поддерживает инкубатор? Инкубатор поддерживает как раз проекты, где мы видим, может быть, перспективу, эффективность этого бизнеса и, если так громко можно сказать, ее творца вот этого бизнеса. Потому что часто действительно приходит идея, может, хорошая, человек не способен ее реализовать. И опять же, это уже обычно видно после полчасового разговора с этим человеком. Иногда приходит человек, у него еще эта идея может быть не настолько хороша, но он готов работать над ней. И это самое главное, что каждый предприниматель должен жить и заниматься и думать своим бизнесом. Правда, я считаю, до пяти вечера, потом надо быть с семьей и дома и так далее. Можно, конечно, и три дня работать, 24 часа в сутки, всяко бывает, но надо и как-то все-таки найти баланс в жизни. Но самое главное, что предприниматель должен, у него должны гореть глаза. И, по-моему, Стив Джобс в свое время сказал, что если ты занимаешься идеей, которая тебе не нравится, то это все как раз обречено к провалу. Ну, кому вы точно скажете «до свидания»? Мы скажем «до свидания» проектам, которые не способны в своем мышлении, в своей деятельности выйти за пределами хобби. То есть человек приходит и говорит, я вот специалист, я хочу заняться этим, но мы видим, что это не зайдет дальше, это не пойдет дальше его личного хобби. Он не будет брать работников, он не будет арендовать помещение, он не будет расти и развиваться. А как это можно понять? Ну, сидит перед вами простой человек, таких большинство. Ну, во-первых, конечно, мы обсуждаем его амбиции. Если он говорит, если все здорово, повезет, я через год из своей квартиры переберусь в свой гараж, то это не амбиции. Естественно, мы изначально оцениваем само желание и размеры пока его теоретические, его роста. Это раз. Во-вторых, конечно, проходит месяц-два, мы смотрим на прогресс этого человека, этого предпринимателя, чем он занимается. Или у него вчера был день рождения, а завтра он едет отдохнуть на два дня куда-нибудь, а через четыре дня к нему гости приезжают. Мы смотрим на то, насколько человек действительно занимается этим делом. И, конечно, со своей стороны такого будем поддерживать, кто вкладывает все силы, чтобы развивать свою идею. Насколько мне известно, все-таки бизнес-инкубатор поддерживает проекты, которые нацелены на экспорт. Да. Это сложная тема, особенно для новичков, действительно. Почему все-таки экспортные варианты? Почему не дать шанс для внутреннего рынка создавать свой бизнес? Сложно все. Не только экспорт сложно, сложно в принципе все. Просто ты, опять же, этим занимаешься или этим не занимаешься? Почему экспорт? Потому что это наша основная функция. Мы не хотим, чтобы люди обменивались просто своей денежкой в своей территории, потому что от этого никто жить лучше не будет. Если мы идем в парикмахерскую, платим там деньги, эти деньги поступают у нас в магазин за продуктой, потом опять эти продукты там где-то производятся. Это все внутри нашей страны. Замкнутый круг. То есть мы меняемся своими деньгами просто между участниками рынка. А если мы продаем что-либо за пределами Латвии, что, собственно, и называется экспортом, то деньги из других стран поступают в наши. То есть мы увеличиваем денежную базу, живем лучше. Вы всегда говорили, что найти рынки сбыта, какие-то связи за пределами страны, особенно новичкам сложно. Вот ваши, скажем так, ну как сказать, подопечные с этим сталкиваются? Или они изначально нацелены на этот выход из Латвии? И они уже приходят к вам, ну может быть не с готовыми связями, но, скажем так, с перспективой уже там где-то обосноваться тоже? Конечно, это нелегко. Конечно, это опять же труд. Но да, они, может быть, более или менее нацелены на то, чтобы экспортировать. Но это наша главная функция и, соответственно, в этом наша главная поддержка. То есть мы предлагаем всякого рода консультативную поддержку. Мы привлекаем специалистов, предпринимателей, менторов, спикеров и все остальные другие хорошие слова. То есть мы привлекаем всю возможную помощь, чтобы человеку объяснить, как это делается. Экспорт – это один из видов деятельности предпринимателя. То есть продажи, маркетинг. Этим всем надо заниматься. Маркетинг – это тоже нелегко. Это не реклама в газете или по телевидению. Это целая система, это политика, это стратегия. В том числе и экспорт. В теории это не так сложно. Просто ты должен конкурировать или качеством, или ценой, или чем-либо, скоростью, отношением по сравнению с другим товаром, с другим поставщиком. И у нас есть с кем конкурировать, и у нас есть эти преимущества. Соответственно, человек просто должен понимать, как это делать. Мы со своей стороны это поможем, потому что наши представители в более 20 странах знают местный рынок. Мы будем делать все, чтобы он на этот рынок попал. И как показывает действительно наша практика, если человек работает, то он попадет на этот рынок. То есть вы предлагаете какие-то направления, какие-то связи, хотя бы первоначальные или как-то? Связи как-то немножко такое странное слово, что мы даем связи. Хорошее слово. Ну, где-то это так. Мы даем информацию о местном рынке, мы даем информацию о том, как местный рынок воспринимает нас, как нам надо себя вести на этом рынке. Потому что вы даже если поедете в Арабские Эмираты, где, кстати, есть наш представитель тоже, то мы все слышали о том, как там можно себя вести, что там можно одевать и как лучше не делать, чтобы не попасть в тюрьму. То же самое с предпринимателем. Если он едет туда, ему надо понимать местный менталитет, чтобы он не оказался на улице или действительно в тюрьме, или еще где-то, потому что он не понял местных обычаев, местных законов. То же самое и с предпринимателем. То есть он должен изучить. Мы предоставляем эту информацию, мы предоставляем связи разных, то есть, ну, контакты разных платформ, разных сетей, разных представителей торгово-промышленных палат или предпринимателей. То есть мы даем возможность ему туда попасть. В конце концов, это международные выставки. То есть вы их опекаете там, на той территории. Да. Хорошо, продолжим об этом говорить буквально через несколько секунд. Бизнес-инкубатор. Сколько уже работает в нашем городе? Мы начали с начала 2017 года. Вот за эти три года, по большому счету, есть весьма успешные проекты, которые действительно работают на экспорт, которые получили финансовую поддержку по максимуму, я так понимаю, где-то в размере 200 тысяч евро. Есть такие проекты? Есть такие проекты. И немало таких проектов. Что касается, опять же, вопроса экспорта, у нас есть очень хороший пример двух... Вернее, ну, одна компания с молодой девушкой во главе, который в данный момент, я уже сбился, но, по-моему, экспортирует в 31 страну, включая Катар и Ливан. Ливан, извиняюсь. Есть пример, как с полного нуля продукт нашел себя в Новозеландии, в Австралии и в таких странах. Хорошо, что они производят? В одном случае это детские товары для... это регламы, это подушки, это одеяльцы. То есть для детей, ну, все дети любят строить штабики уже с каких-то времен и жить в своем таком помещении, даже если он в своей комнате, да. То есть это вроде банальная идея, но если ее красиво преподнести и заниматься ею, опять же, она имеет место быть. Во втором случае, что я говорил про Новозеландию, это собачий корм из творога, который, опять же, в Австралию экспортируется очень успешно, потому что это достаточно редкий товар оказывается в этом мире. Что касается взятия по максимуму, да, мы предоставляем каждому предпринимателю гранты. В данный момент, кстати, новшества у нас было 8, а сейчас 12 грантов в год. Это не конкурс, это не по каким-то заслугам, это каждому нашему участнику, имеющему какое-то развитие. Если он развивается, мы можем дать грант на ряд услуг, на ряд, значит, на приобретение оборудования, на приобретение сырья, материалов. Еще раз повторяю, 12 грантов, и, как вы правильно сказали, их ограничивает так называемый доминемис. Доминемис — это сумма, которую может предприниматель получить в виде поддержки, и этот доминемис составляет 200 тысяч евро. Так как наша поддержка в виде 50%, и если он вложил своих денег не меньше этой суммы, мы можем эти 200 тысяч каждому нашему участнику предоставить. Тот, кто сейчас подумал, где же мне взять 200 тысяч, никто не просит сразу их где-то взять. Если вы решили для бизнеса создать изначально домашнюю страницу, там какие-нибудь социальные сети, продвинуть их за 5 тысяч, мы дадим 2,5, вам надо найти 2,5 и так далее. Купили сырья на 5 тысяч, мы дали 2,5, то есть их никто не просит сразу в первый день. То есть это поэтапное такое выделение средств. Да, и по мере вашего развития у вас же появляются оборотные средства, вы можете приобретать все более, более, более. Поэтому наши гранты — это для продвижения вас более успешно. И чтобы мы не испортили ситуацию с конкуренцией по отношению к другим предпринимателям в Латвии, поэтому мы, так сказать, давим на то, чтобы человек занимался экспортом, чтобы мы его подняли на ноги, он путем наших грантов и консультаций мог найти рынки, после чего мы его отпускаем, он становится уже самостоятельным. Сколько вот на вашей практике уже было создано долгоиграющих проектов реальных? Ну, в принципе, таких, с которыми мы работали какое-то более долгое время, около 50 из них. В данный момент у нас работают 27 предпринимателей активно. Где делись предыдущие, кто-то не смог, да, потому что мы действительно хотим результативности, поэтому мы сделаем все, чтобы результаты были, но не все могут. Вот. Действительно была хорошая идея, но человек сказал, извините, но я все-таки, это не мое. Я устал. Я устал, это не мое, я лучше как-то по чуть-чуть. Хорошо, а 50 это половина или это одна треть, одна четвертая от того, что было изначально? Мы принимаем... Нет, это я имею в виду 50 вот долгоиграющих проектов. Вот эта сумма получается из какого общего числа? Количество. Да, это вот одна треть, одна вторая. Происходит так, что мы делаем набор два раза в году новых предприятий, новых предпринимателей два раза в году и принимаем по пять каждый раз в среднем. То есть мы принимаем 10 новых каждый год. В данный момент мы это делаем за счет выбывания старых. То есть, допустим, в этом году опять же придут 10 новых, но мы попрощаемся с 10 старыми. Хорошо, вот из этих 10 новых реально сколько дойдет до финиша? Ну, первого, скажем. Во-первых, уже немножко глаз нацелен более правильно в оценке эффективности этого проекта. И я не могу сказать, я могу гадать, но мы всегда надеемся, что все 10, потому что мы отбираем достаточно... Нет, хорошо, все 10, а дойдут на самом деле? В какой-то мере дойдут 10, вопрос кто докуда. Потому что мы, когда отбираем, мы уже смотрим не идею, мы не оцениваем идею или амбиции человека. Мы оцениваем уже созданный прототип на стадии готового продукта. Мы просим, чтобы были уже первые продажи, чтобы убедиться, что рынок есть. И мы просим конкретный амбициозный план и наше участие в нем. То есть белый лист бумаги не подойдет, да? Уже не подойдет. Только потому, что наш пример показывает, что мы берем белый лист бумаги, он через год остается белым листом бумаги, и это как раз случай, который мы не хотим. Еще последний вопрос. Ну, понятно, что прогресс идет вперед, и нанотехнология. Такие проекты у вас появляются в бизнес-инкубаторе? Они рабочие? Есть ли первые результаты? Появляются у нас. Один из самых интересных, последних проектов в этой сфере – это созданная аппликация для телефона, где дети могут играть определенные игрушки, чтобы им было интереснее. Они одевают на голову шлем, они чувствуют себя каким-то суперменом, но этот шлем анализирует деятельность его мозга, передает на компьютер, компьютер анализирует и показывает, где у ребенка какие-то нарушения, то есть стресс или, не знаю, какой-нибудь… Ну, все, что связано с расстройством, может быть, поведения. И вот в данный момент уже за это время мы его взяли, это последний набор был, за это время создан прототип игрушки, создан прототип шлема. Человек участвует в привлечении разных грантов на международном уровне. Сейчас в сотрудничестве с ведущей компанией в Латвии по маркетингу разрабатывается вот как раз стратегия продаж. Если все будет успешно, я думаю, уже осенью мы это сможем увидеть. Если не на латвийских полках, то я очень надеюсь на американских точно. Хорошо, этот продукт интересен для кого? Я так понимаю, что все-таки для каких-то специалистов, да? Просто так родителю посмотреть как тест какой-то не совсем интересный. Конечно, да, скорее всего, это будут в основном, может быть, какие-нибудь инстанции, которые занимаются лечением или такой, ну, помощью для детей, или, ну, сложно сказать, интересен ли он для частных лиц. Но с другой стороны, все, весь вопрос, что мы видим в результате, там какие-нибудь нам непонятные диаграммы или достаточно простое заключение. Потому что если у ребенка действительно регулярно что-то происходит, и у тебя дома есть такое оборудование, он играет, ты можешь анализировать регулярно дома и дальше уже просто сходить к врачу, показать результаты и сказать, вот так у нас за последний месяц. Ну что ж, технический прогресс идет вперед и очень радует, что Дагубовский бизнес-инкубатор следует рядом с ним. Всем тенденциям. Да, всем тенденциям и рядом с ним. И хочется уверить, что таких инновационных проектов в Дагубовском бизнес-инкубаторе будет больше. Ну и, конечно же, чтобы бизнес Ралат Галли развивался, и процветал всем на зависть. На этом все. До свидания. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова